Добрый день! Меня зовут Кольбин Дмитрий и мы с вами находимся в полевом городе в Краснодаре. Сегодня 29 июня, а за моей спиной находится блок озимой пшеницы, участка ситкея, то есть участка обработки семян. Я стою на границе двух вариантов обработки семян. В частности, это у нас один протравитель, вайберс интеграл в дозировке полтора литра, но делянки отличаются только лишь по одному показателю, по норме высева. С одной стороны от меня делянка, где мы использовали норму высева 5,5 схорых семян на гектар, с другой стороны делянка, где мы использовали норму высева 3 миллиона схорых семян на гектар. В этом опыте соблюдается принцип единственного различия. Так, здесь мы использовали везде сорт Таня, то есть на обоих делянках у нас один сорт, репродукция первая. Предшественником здесь была сахарная свекла и все обработки по вегетации были едины. На данный момент делянки значительно отличаются. Давайте посмотрим на них крупным планом. Сейчас я стою на границе двух вариантов. И давайте посмотрим на один из них более детально. Мы видим здесь неполегшую пшеницу в прекрасном состоянии. Как показали учеты, сделанные до обильных дождей в нашем регионе, продуктивность и блестой здесь составляет порядка 570 колоссов на метр квадратный. То есть урожай здесь будет неплохим. Однако преждевременные выводы делать не буду, бункер покажет. Но давайте теперь посмотрим на следующую деляночку. Пшеница здесь полегла. Этому способствовали обильные дожди, которые прошли буквально 5 дней назад. Выпало за одну ночь более 50 миллиметров осадков. И вы видите здесь полностью полегшую пшеницу, что несомненно отразится на урожайности. Однако, как показали учеты, проведенные более 10 дней назад, продуктивность и блестой здесь составляет порядка 520 продуктивных колоссов на метр квадратный. То есть на данный момент, после обильных осадков, мы имеем картину с полеганием посевов при максимальной норме высева пшеницы. 5,5 семян на гектар. Там, где мы использовали минимальную норму высева, 3 миллиона семян на гектар, растение с осени сформировало минимальную густоту. Получается, что каждое из растений имело большую площадь питания. Как следствие, это лучшее кущение, более толстая соломина, которая сохранила стеблистой прямостоячим. Несмотря на обильные осадки и сильный ветер. Поэтому делайте выбор сами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...